Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и его хитрый руководитель, владелец этого канала в YouTube, сам Александр Петров, ну то есть я. Хотел бы вам рассказать о преимуществах обучения вот этих вот пяти недель гагаринских, преимуществах обучения этого и только этого пятинедельного обучения онлайн в Лоис колледже. Через него прошло уже достаточное количество ребят. Мы активно обсуждаем уже месяцами эту программу и мы вместе в режиме реального времени, вместе с преподавателями, с которыми я лично держу контакт, с менеджерами, владельцем колледжа, с студентами, бывшими студентами, которые в общем-то являются нашими референтами. Мы вместе создаем эту программу и по мере развития этого проекта мы его модернизируем, мы его изменяем, мы его делаем под чаяние не просто вообще студентов, а этих конкретных студентов. Ну естественно в основном это одни и те же требования, одни и те же запросы. Но так не делает никто, никто не делал этого до этого, никто не будет этого делать. Ну может быть даже к счастью. Так вот, некоторые тонкости, некоторые выводы, которые мы можем сделать, я думаю, что ребята, которые сейчас видят, а я знаю, что практически все Гагарины посмотрят это видео. Это в основном для них. Те, кто не понимает, о чем идет речь, я думаю, что просто могут посмотреть по другим роликам в YouTube, посмотреть, о чем говорится и понять вообще, что такое движение Гагарина. Так вот, первое, по показателю цена за качество, пятинедельный курс, стоящий 500 австралийских долларов, это самое лучшее предложение на рынке. Это как минимум дешевле 300 рублей в час, плюс возможность того, что вам будут во вне классное время с вами разговаривать по телефону, вам делать эссей. Вы просто представьте, что в теории, как минимум, вы можете сделать, сколько у нас, 5 на 5, 25 эссей выслать и получить. Можете едва за раз, но 25, хватит за глаза вам, чтобы поставить ваш райтинг. И это мы делаем не только в тех группах, где речь идет о повышении IELTS уровня. Это не только IELTS preparation course, это другие, как бы сказать, грамматические группы с уровня elementary и до уровня advanced. То же самое, подготовка эссей, разговоры. Вы учитесь учиться. Извините меня, у вас вообще в скайпе таких возможностей нет за такие деньги. Я даже не слышал, чтобы где-то было дешевле, чем 300 рублей в час. Но, очень немаловажно, это то, что визовая проходимость для вас, тех, кто приедет сюда учиться на год, визовая проходимость гораздо лучше. Это легко объяснить. Это объясняется тем, что офицер просит вас объяснить, почему вы выбрали Австралию, почему вы выбрали Lloyd's College. И когда вы прошли этот курс, во-первых, вы NSA form, то есть New Student Arrival form дополняете. Вы не приезжаете физически, но здесь уже будут отмечены данные, и государство может проверить, что да, правда, вы учились, вы зачислены. Мы не говорим о confirmation of enrollment. Вы уже проходили курс. Вы уже сделали commitment и commencement. То есть вы преданы этому делу, и с другой стороны, вы уже начали его. Вам гораздо легче получать визу именно поэтому. Это не какая-то там коррупционная схема. Это показывает ваше движение реальное, а не болтовню в сторону Австралии. В конце концов, вы заплатили 500 долларов, которые пойдут и в том числе и государству. Потому что это же учебное заведение, это бизнес-единица, она платит налоги. Затем вы можете использовать материалы, не только которые у вас есть. Ну, предположим, вы учитесь 5 недель по 5 дней, 25 видеоуроков, которые вы, естественно, сохраните. Но в то же время будут еще 50 видеоуроков, которые вы тоже скачаете. И вы еще возьмете другие сотню-две уроков, которые тоже уже записаны теми людьми, которые были до вас. Это все ваш бесплатный ресурс. Вы увидите, как учиться надо. Вы увидите литературу. Вы войдете в курс. Вы разгонитесь до вашей настоящей учебы, когда вы приедете в Австралию. Вы уже будете в разгонном модуле. Вы будете уже лететь, а не топтаться на месте. И когда все стартанули, вы медленно с высокого старта начинаете свое движение. Нет. Сразу. Затем вы можете использовать написание статей для академических целей. Очень многие наши ребята учат английский язык для того, чтобы публиковаться. Человек, который публикуется, вы даже не понимаете, человек, который публикуется не в каких-то там желтой прессе, типа различных газет, не буду уже их называть, но их так и называют желтой прессой, но в академической прессе. Туда не так легко попасть. И когда вы публикуетесь там, публикуя свои статьи по своему конкретному домейну, то есть области знаний, даже если вы, допустим, руководитель туристической фирмы, один туроператор, допустим, одна туристическая фирма возглавляется какой-то девахой, которая, предположим, живет в каком-то сибирском городе, которая вообще понятия не имеет об какой-то визовых вещах, об обучении, она имеет смутные понятия. И другое дело, когда человек очень хорошо разбирается в вопросе и публикует свою работу на эту тему, при этом подымая огромный пласт информации, которую вообще не обладают другие люди. Они не могут обладать, у них нет доступа к этой литературе. Соответственно, вы можете вести, эти люди могут вести свой бизнес гораздо эффективнее. Тем более, когда вы печатаетесь, вы можете быть кандидатами науку. Это обязательное условие, вы должны печататься. Вообще-то вы должны постоянно печататься, но если вы получаете свои работы, работы, вы печатаете свои работы, вы получаете этот результат. Соответственно, вы можете преподавать, то есть претендовать на преподавательскую деятельность и так или иначе вы дорабатываете деньги. Вы знаете, я слышал о том, что лекторы имеют мало денег. Но еще я знаю, что никто из них не является бедным человеком. Все они очень неплохо живут. Я даже не буду обсуждать, почему, но факт есть факт. И в эту область войти очень неплохо. К тому же, вы пишете свое уникальное эссей, как мотивационное письмо. Или наоборот, мотивационное письмо в виде эссей. Но разбейте его на 2-3 абзаца, на 2-3 куска, пожалуйста. И вам, ваш преподаватель, сможет выстроить это правильно и красиво. Соответственно, это очень важно. Заметьте, главным документом при подаче на студенческую визу является Genuine Temporary Entrance Statement of Purpose. Мотивационное письмо. Оно должно быть на 2-3 страницы, без воды. Поэтому, дорогие друзья, это важно. И это ваша дополнительная возможность, за которую вы не платите. Или, скажем так, это как дополнительная плюшечка к тому, что вы получаете за свои 500 долларов. Об этом не говорится, но вы это можете делать. И это мы делаем целенаправленно. Есть еще одни тонкости, которые здорово вам помогут в получении вашей визы. Но мы это потом оговорим. Оговорим уже с каждым из вас в личном режиме. Если у вас отсутствует грамматика или, скажем так, есть недочеты, если с грамматикой у вас проблемы, очень рекомендую все-таки учиться у Евгении в классе. Обычно это Евгения, Тони и Грег. Но грамматике уделяется самое большое внимание. И люди говорят, у Евгении очень тяжело учиться, но она очень эффективна. И используйте вот эту вот нашу безлимитную библиотеку. Ребята, там десятки, десятки, я бы сказал, сотни видеоуроков. Используйте это. Это ваш неоспоримый плюс. Самое главное, что было создано, это атмосфера желания учить английский, язык. Вы сами, дорогие Гагарины, создали атмосферу, в которой как-то не учить даже не Камильфо. Все учат. Учат партнеры, учат дети, учат порой знакомые. И все вместе вы создали общину, в которой... Это, знаете, одно дело, как плыть в озере, и другое дело, плыть по течению, вообще сильно выгребая. Вот вы следите, вот если человек просто плывет на матрасе, это одна скорость. Если он плывет по течению, допустим, вольным стилем, он очень быстро плывет. Так вот, это движение Гагарины создало течение реки. И в этом русле ваши усилия, как экзоскелетом, умножаются. Вы намного быстрее двигаетесь к цели, потому что вы двигаетесь в группе людей, ваших единомышленных людей, с кем вам учиться, с кем вам жить, с кем вам работать, с кем вам достигать поставленных целей. И это абсолютное преимущество движения Гагарина. И, ребята, хотел бы все-таки обратить внимание на написание академических статей. Ребята, у меня есть такая возможность. У вас есть такая возможность через меня. Те ребята, которые в действительности хотят, ну, скажем так, не закончить свою жизнь работой. И, безусловно, зарабатывая очень большие деньги на стройке, нанимая людей, создавая свои компании. Но кто хочет идти в высшие слои общества, ребята, написание академических статей, это очень важный компонент. Кстати, когда вы это делаете, к вам отношение работников департамента иммиграции совершенно другое. Вы в действительности становитесь людьми, которым, ну, прям стыдно не дать визу в Австралию. Потому что вы прославляете не только страну, из которой приезжаете. Вы своим качеством студента, то есть своим интеллектом делаете страну, имидж страны выше, интеллектуальный уровень выше. Потому что чем выше уровень любого жителя страны, в том числе иностранного студента, тем выше уровень страны. И миграционные офицеры прекрасно это понимают. Поэтому, дорогие друзья, вот это вот, наверное, вкратце, что я хотел сказать о движении Гагарин и о тех пяти неделях онлайн-курс, который у нас предлагается для вас. и добрый путь. Гагарин Гагарин Гагарин